Верховный Совет Хакасии Верховный Совет Хакасии С трибуны, откуда обычно выступают депутаты и представители власти, в этот раз звучали студенческие голоса. Всего было представлено 10 докладов. Не только о сути самой Конституции. Ребята изучили ее историю. Документ формировался в сложное, не то что для Хакасии, для всей страны время. Бессменный спикер Верховного Совета Владимир Штыгашев вспоминает. Тогда, в 90-е, при развале СССР, страна буквально трещала по швам. Отдельные области, опьяненные самостоятельностью, стремились сыграть в свою пользу. Субтитры создавал DimaTorzok Парламент Хакасии избрал другой путь. Сегодня, спустя десятилетия, очевидно, правильный. Мы действительно первой, на второй сессии приняли декларацию об основных правах и обязательствах республики Хакасии. Это действительно единственная декларация была, которая предусматривала обязательства того или иного региона России. Все говорили о каких-то там особых полномочиях своих, исключительно. И там, по сути дела, вплоть до выхода из состава Российской Федерации. Не буду говорить, но соседи у нас даже такие приняли решения. И конституции приняли такие. Конституция республики Хакасии подверглась минимальным каким-то изменениям. Сказал Владимир Николаевич, там действительно наименование, либо еще какое-то уточнение. Конституция, как живой организм в республике, она вносит изменения только тогда, когда у нас именно меняется конституция России. Вот буквально прошло в 2014 году изменения ряда, которые прошли, приняты Государственной Думой и приняты президентом. И вот на Конституционную комиссию республики они пришли, мы тоже внесли изменения. Стоит отметить, за 20 лет существования Конституция Хакасии не претерпела существенных изменений. Ну а подобная студенческая конференция в зале Верховного Совета проходит впервые. Еще бы, повод более чем достойный. И кажется, тонкости законодательства и политики для этих ребят вовсе не темный лес. Социальная, экономическая, монетарная, любая политика, она по-своему интересна. И так как вот я человек, и мне вот ближе, например, вот, ну, как живут наш народ, и какие поддержки получает наше население. И вот, наверное, только из-за этого мне стало интересно, а какую помощь вот оказывают тем, у кого, ну, не хватает, например, элементарных денег на покупку каких-то продуктов. И как помогает государство вообще им. Молодежь, они, наоборот, более становятся в правовом вопросе подкованные. И многие начинают интересоваться. Конечно, они более интересуются своими правами, там, социальными, экономическими. Но, конечно, вот вопросы конституционного строя страны, они более сложные и требуют специальной подготовки. Конференция длилась несколько часов. Студенты средних и высших учебных учреждений размышляли над историей создания Конституции основами законодательного процесса реализации конституционных прав в социальной, образовательной, коммунальной и иных сферах жизни населения. Осветили начинающие ученые конституционно-правовой статус главы республики и его место в системе разделения властей. В свою очередь, заместитель председателя Верховного Совета Светлана Могилина отметила, растет достойная смена. Некоторые выступления были неожиданными, некоторые не очень приятные, некоторые, в общем-то, заставляют задуматься самоих в плане выхода с какими-то те или иными законодательными инициативами. То есть то, что свойственно для молодежи. Они удивляют, они радуют и одновременно заставляют работать самими над собой. Мне очень понравились ребята, они очень трепетно относятся к нашей Конституции Республики Хакасия. И поэтому я думаю, что такие мероприятия, они должны стать традиционными, это однозначно. Кстати, доклад, ставший лучшим по итогам студенческой конференции, уже в следующем месяце будет представлен на расширенной коллегии, также посвященной юбилейному торжеству Конституции Хакасии и опубликован в научном сборнике.